У 11-летнего Ивана Полющика законный отдых после четвёртого по счёту учебного года. Начало летних каникул мальчик проводит в школьном лагере. Набирается сил. Впереди новый вызов. Ваня переходит в пятый класс. А здесь с пользой проводят время. И что скрывать, отдыхая от предметов. Любимый, кстати, физкультура. Тут мне больше всего нравится играть в лагере в классе. Мы читаем книги, отгадываем мультфильмы по песне. И музыку отгадываем. Всего на первой смене в 34-й школе 5 отрядов по 15 человек. В программе походы в кино, театр, музей и, конечно, игры на свежем воздухе. Кстати, сегодня у ребят спартакиада. Вместо спортивных баталий – школьный стадион. Мечи, конусы, обручи. К старту всё готово. Мы интересовались. Ребятам нравится. Они с удовольствием ходят. То есть нет такого, что я не приду, или я не хочу, или я не буду. То есть им нравится, как и развлечения, как и мероприятия. Лето – не время расслабляться. Поэтому во всех лагерях строго соблюдаются антиковидные меры. Например, в 28-й школе более 100 учеников разделили на 6 отрядов, чтобы дети меньше контактировали друг с другом. Утро здесь начинается с измерения температуры. Дети с повышенной отправляются домой. На входе стоят антисептики, взрослые в масках. В отрядах собирается всего по 15 человек. Отдых у ребят проходит по системе «Всё включено». Трёхразовое питание и дневной сон. Обед по расписанию. Меню всегда разнообразное. Так, каждый вторник любимый детьми шашлык с гарниром и овощной салат. На первое – рассольник. Для младших классов организованы спальные места. Во второй половине дня у них тематическая программа. Мы посещаем городские мероприятия. То есть мы ходим в музеи Великой Отечественной войны, в драмтеатр, мы ходим в кинотеатры. Запланировано у нас посещение спасательной станции ещё. Репетиции, концерты, спортивные состязания и квесты. Каждый день в 30-й школе расписан буквально по минутам. Плюс организованы лагеря труда и отдыха. Порядка 20 ребят старших классов помогают высаживать цветы, занимаются уборкой территории. Они занимаются здесь не только физкультурными развлекательными мероприятиями, но также проводятся и по правовому воспитанию мероприятия, проводятся по здоровому образу жизни мероприятия. Конечно же, в лагере соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Всего в Бобруйске работают 34 школьных лагеря с дневным пребыванием. Сейчас продолжается первая смена. Завершится она 28 июня. Вторая пройдет с 1 по 26 июля.